Александр Томоников. Следы со свастикой. Томоников АА-2020. Оформление ООО издательства Эксмо-2020. Голова первая. Взрыв прогремел в 30 метрах от Виллиса, приписанного к отделу. Старший лейтенант Зацепин вывернул баранку, проделал что-то непонятное с рычагом. Американская машина взревела, съехала в кювет и заглохла. Пассажиры загалдели, схватились за автоматы, помещенные между коленей. Реакция у них сегодня была замедленная, тому имелись очень даже уважительные причины. Но не ждать же, пока накроет. Мина явно прилетела не случайно. Там же слева, чуть дальше, ухнули еще две, вывернули пласты дерна и молодой липовый саженец. «К машине рассыпаться!» – выкрикнул темноволосый майор Владислав Брагин, пролетая через вырез в борту, заменяющий дверь. Этот приказ был излишним. Офицеры и сами сообразили, что надо делать, высыпали из машины. Виталий Зацепин упал на спину за примятый бугор, передернул затвор. Брагин сперва пристроился рядом с ним на корточках, но тут же передумал и вытянул ноги. Старший лейтенант Филимонов и капитан Коломиец отбежали чуть дальше, тоже прилегли. Морецкий остался в кювете, словно не осознавал еще всю опасность, вытянул длинную, как усуслика шею. Взрывы гремели слева от дороги. В колонне, которую сопровождал Вилли, царила суматоха. По правде сказать, такого никто не ожидал. Местность считалась проверенной дорога на Прагу открытой. В колонне было несколько гусеничных тягачей, буксировавших 76-мм орудия, десяток газиков с расчетами полуторка с отделением автоматчиков. В авангарде шли саперы, проверяли дорогу. Колонна пока не попала под обстрел, взрывы гремели в стороне, минометчики только пристреливались. Надрывались офицеры в адрес водителей, мол, пошевеливайтесь, выводите машины из-под огня. Водитель головного тягача резко затормозил, машина встала поперек дороги, потеряв гусеницу. Застыло полуторка, красноармейцы выпрыгнули из кузова, рассыпались по водоотводной канаве. Следующий взрыв повредил орудие, оторвал опорные тяги. Шквал осколков ударил по пустой машине, сломал борта, разнес остекление кабины. Сполз в канаву, держась за живот раненый сержант. Фуражка Брагина свалилась ему на нос. Он раздраженно стянул с околышка ремешок, закрепил под подбородком, машинально глянул через плечо. Все подчиненные рядом. За лужайками со свежей травкой тянулись аккуратные ограды, симпатичные одноэтажные дома с черепичными крышами. Это был Здробич, один из северных пригородов Праги. Малоэтажный район с обилием зеленых зон и пешеходных дорожек. На отшибе метров пешеходных дорожек. На отшибе метрах в семидесяти от дороги стояло вытянутое кирпичное здание. Наверное, какая-то мастерская. К нему спускалась металлическая лестница, по бокам тянулся косогор, вполне пригодный для укрытия. Минометный обстрел прекратился, лес ощетинился автоматным огнем. Красноармейцы с дороги в разнобой отвечали на него. «Мужики, все видят мастерскую. Давайте туда занять оборону в районе лестницы», — крикнул Брагин. «Морецкий, ты почему еще там? Пулей сюда!» Андрей Морецкий петлял, как заяц, весь искрил от возбуждения. Приклад автомата волочился по земле, оставляя за собой борозду. Старший лейтенант упал неподалеку от Брагина, вжался в землю, закрыл затылок сцепленными в замок кистями. Еще бы зонтиком заслонился. Снова заработала минометная батарея. На этот раз наводчики перестарались. Мины перелетели в огу разорвались у крайних зданий. Ударная волна хлестала по пяткам. Брагин с Филимоновым уже поднялись и опять залегли. Следующая серия мин могла накрыть мастерскую. «Осторожно, товарищ майор», — Зацепин нервно усмехнулся. «Враг не дремлет, как говорится». Но обстрел вновь прекратился. Из леса зеленеющего на обратной стороне дороги доносились крики. Гитлеровские офицеры подгоняли свое войско. «Негостеприимно тут как-то, товарищ майор», — пробормотал Морецкий, прочищая ухо. «Товарищ майор, это что за непорядок?» — заявил Филимонов, гнездясь в компактной лунке. «Наше управление относится к танковой армии. Почему мы не на танке?» Зацепин снова прыснул, поперхнулся, зашелся кашлем. Колючей оказалась смешинка. В дыму в районе дороги перебежал капитан. Без головного убора что-то прокричал за легшим автоматчиком. Колонна встала, несколько единиц боевой техники и автотранспорта получили повреждения. На дороге валялись убитые. Их было немного, но какая незадача — умереть после победы. Вчера, 8 мая 1945 года, в пригороде Берлина Карлхорсте маршал Жуков и генерал-фельдмаршал Кейтель подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлинский гарнизон сложил оружие еще неделю назад. Немцы сдавались везде на всем протяжении фронтов, подразделениями, частями и целыми соединениями. Но именно вчера был особенный день. Конец войны. Полная капитуляция. Этого дня все советские люди ждали почти 4 года и всячески его приближали. Офицерам отдела, находившимся тогда в безымянной чешской деревушке, выпало 4 часа сна. Прежде чем отключиться, Собрагин разрешил своим сотрудникам принять на грудь. «Ведь это же полное уродство не выпить в такой день. Разве мы не русские люди?» Видать, перебрали, последняя кружка оказалась лишней. Но все равно победа, черт возьми. Все это как-то не вязалось с тем, что творилось здесь и сейчас. Утро 9 мая выдалось хмурым и мглистым. ССовцы со спаренными молниями на касках выходили из тумана, шли в развалку, вытягивались в цепь. Следом выбирались другие, тоже выстраивались в боевой порядок. Пехотинцы шагали в полный рост, не ведая страха. Несколько человек нестроенно насвистывали боевой марш «Эрцгерцег Альбрехт». В ноты не попадали, но звучал он убедительно. С проселочной дороги съезжали бронетранспортеры с крестами, тоже вытягивались в линию. Пехоты было много, солдаты шли плечом к плечу, прямо как на репетиции парада. Красные армии крыли огонь, не выдержали нервы. Ругался капитан. Кто отдал команду стрелять? Немцы падали, особенно в первой шеренге, но меньше их не становилось. Живые смыкали строй, шли дальше. «Что за чепуха, товарищ майор?» – растерянно пробормотал Зацепин. «Может, они и того? Не слышали про капитуляцию?» «Чёрта с два они не слышали», – заявил Брагин искривился. «Немцы народ пунктуальный, все приказы доводятся до личного состава своевременно. Это СС, дивизия Валенштейн. Её части и подразделения стояли восточнее Праги. Теперь они разобщены, не имеют связи с командованием и пытаются пробиться на запад к союзникам. Те ведь добренькие, и наказание эсэсовцам светит мягкое. Мужики, хорош трындеть, отползаем к мастерской. Скоро наши сюда покатятся». Офицеры энергично поползли, съехали по склону. Потом они карабкались обратно на косогор, протачивали прикладами амбразуры в мягком дерне. Местность у поселка ощутимо приподнялась, дорога предстала в лучшем виде. Свист смолк, огонь уплотнялся. Немцы стреляли от бедра, дружно перешли на бег, и их было до чёртовой матери. Задние уже не строились в шеренге, валили как попало, выкрикивая гадости в адрес Красной Армии и Советского Союза. Ползли бронетранспортеры, частили пулемёты. Потери среди красноармейцев росли, но они продолжали отстреливаться, держались. Подчинённые Брагина тоже открыли огонь. Тщательно целились, стреляли, комментируя сквозь зубы ситуацию. Автоматы разогрелись, обжигали ладони. Забился в припадке ручной пулемёт Дегтярёва. Он работал почти в упор, выкашивал пехоту. Эсэсовцы, выжившие в первых шеренгах, залегли, стали швырять гранаты с удлинёнными рукоятками. Пулемётная точка была подавлена. Снова поднялись пехотинцы с бледными лицами. Головной бронетранспортер достиг дороги, перебрался через водоотводную канаву, стряхнул в кювет орудия, мешающие проезду. Из канавы вылетела противотанковая граната, рванула под колёсами. Боевую машину окутал дым. Водитель яростно работал рычагами, но транспортер лишь вертелся на месте, давя собственную перекрученную гусеницу. Пулемётчик в бессильной злобе припал к МГ-42 не думал о последствиях. Бойца, швырнувшего гранату, пропороли пули, но пулемётчик тоже долго не протянул, повис на броне. На фланге заработал ещё один диктярь, и пехота, поднявшаяся в атаку, сбавила темп. Солдаты падали через одного, но упорно шли. До дороги им оставалось метров тридцать. «Товарищ майор, их не сдержать!» – пробормотал Виталий Зацепин, дёргая заклинивший затвор. Этих тварей не меньше батальона. Они прекрасно вооружены. Однако боеприпасы немцы не транжирили и расходовали экономно. Они уже потеряли транспортер. Экипаж пытался покинуть машину. Один солдат кувыркнулся с брони с простреленной головой, другой нырнул в траву и затаился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова